Девушки отдыхают Мы убрали в районе 200-300 этих мин Не имея никакого саперского образования Так одно занятие прошли и все И вот когда мы сказали, что танк Они услышали 5 выходов сзади То есть наша артиллерия И при этом, когда мы такие думаем Ну все нормально, сейчас отработают И в этот момент просто в 20-50 метров Эти 5 выходов, прилеты по нам Мы тут же связываемся, что стреляют по нам На что нам ответили, что извините, стволы перегрелись У нас не было ни квадрокоптеров Ни тепловизоров Ни одного прицела на всю роту у нас не было В это и стало причиной гибели таких пацанов А у вас какая должность там была? Как звание там? Вы были там стрелок? Старший стрелок Старший стрелок А у вас какое оружие, какого года выпуска было? 62-го года 62-го? А какое это было? Ак-47 То есть по сути дела То есть больше 50 лет он пролежал в консервации Да, конечно А у меня еще был подстольник Который вообще подстольник Он был весь и ржавый Во второй раз, когда мы пошли в этот Ну, за ленту пошли Второй раз У нас даже половины промедолов не было И жгутов, бинтов Ничего не было Мы уговорим кипадратикам Говорят, нету Конкретно по рации У других рации не было Как найти своих ребят Какие позывные Мы не знаем На какой волне они работают Мы не знаем То есть связи ни с кем не было То есть другим подразделениям связи нет У нас нету И с донецкими ребятами связи нет Которые работали тоже в этом квадрате То есть Элементарно можно было попасть под свой огонь Потому что ребята, допустим, не могут знать Что в этом квадрате будем находиться мы Ну вот я имею в виду Под пулеметный огонь Можно было бы запросто попасть Ну если мы ехали Второй взвод и третий А сколько было? Человек, наверное, 60 Ну вот Я вот выживших знаю Ну трехсотых Ну человек 10 Плюс еще выживших Там человек Ну 10, грубо говоря Ну 40 точно 40 точно За 10 минут Их нету Их нету Они все Они там лежат Пацаны в поле На глазах разрывало их Мы прям видели Как там прям попадало нормально Прям в броню С миномета Представляете, что такое Это человек Как арбуз разлетался просто Головы отлетали Там вместе с руками Там кишки Летели И как бы Это факт И там Мы когда ехали Там все поля засыпаны Нашими пацанами Их не дают забрать И Как бы Это не первая волна Мы третьей волной уже туда поехали Это уже полгода такое Там продолжается В дальнейшем Я общался с людьми С третьего взвода Перед отправкой Когда они грузились На БМП Им сказали Медики Что второго взвода Больше нет Практически все убиты Они подошли к комбату И говорят Это правда Он говорит Да это правда Но вы не переживайте Вы едете в другом направлении И их все равно Привезли в это же самое место Я согласен На то Что меня садили А обратно В этот Беспонтовый слив Я не хочу Пускай берут своих Генеральских детей Собирают Оттуда Отправляют И думают Тогда только Этот все Ужас Прекратится Или начнут Немного думать Своей головой Что они делают И как Своей головой Своей головой Своей головой Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители! С вами я, Владимир Осечкин, основатель правозащитного проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». И сегодня мы с вами поговорим о том, как в очередной раз российские власти врут и обманывают вас. О том, как Министерство обороны распространяет фейки и скрывает реальные потери огромного количества убитых российских военнослужащих и мобилизованных, которых они бросили в эту подлую, коварную, преступную войну. И где уже сейчас погибло огромное количество людей. Самолеты прилетели, помогают. Где-то летают. О, я вижу. А что я разбрасываю сперва? Спартанские условия. Беттеры стоят, на которых мы поедем. Команда «ГУЛАГУ.НЕТ» провела потрясающую работу. И прямо сейчас вы увидите впервые очень многое. Вы посмотрите на те кадры, которые были сняты морпехами на территории Украины. Вы увидите, как тех, кто отказывается воевать, запирают буквально в гаражах и в ямах. И совершенно незаконно подвергают их бесчеловечному обращению. Вы услышите рассказ от первого лица, от тех, кто там был, кто попал под огонь, кто чуть не погиб. И кто видел, как на их глазах разрывает в клочья огромное количество их сослуживцев. Вы здесь и сейчас узнаете ту правду, которая опровергает ложь, которую Министерство обороны распространило 7 ноября 2022 года. 6 ноября 2022 года в целом ряде телеграм-каналов было опубликовано открытое письмо морпехов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Министерства обороны Российской Федерации, в котором они рассказали о том, что из-за преступных действий генералов Мурадова, Ахметова и Герасимова огромное количество людей погибло. Там написано следующее. В результате тщательно, в кавычках, спланированного наступления великими полководцами мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50% техники утрачено. Это только наша бригада. Командование округа вместе с Ахметовым это скрывают и занижают официальные цифры потерь, боясь ответственности. Как они собрались захватывать населенный пункт, речь идет о Павловке, проскочив через посадки, в которых остался противник, сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Кроме того, Павловка ниже Углидара, с которого лупит Панам. Дальше они обращаются к губернатору Приморского края Олег Николаевич Приморцы. До каких пор такие бездарности, как Мурадов и Ахметов, будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей? Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом. Мы просим обратиться к Верховному, чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны, где Мурадова крышует, а независимую. Пусть с них спросят. Цель таких действий – обеспечение их и результаты без приукрас. Сколько это можно уже терпеть? Ровно через один день, 7 ноября, Министерство обороны распространило фейковую недостоверную информацию. В целом, в ряде СМИ было опубликовано следующее. Министерство обороны сообщило, что потери морпехов в 155-й бригаде не превышают 1% боевого состава. Потери морпехов в 155-й бригаде в боях под Павловкой и Донецкой области не превышают 1% боевого состава. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Передает РИА новости. В ведомстве раскрыли, что 7% морпехов бригады были ранены. При этом значительная часть солдат уже вернулись в строй. Избежать серьезных потерь удалось за счет грамотных действий командиров. Сейчас вы узнаете правду. Сейчас вы услышите показания и свидетельства очевидцев и пострадавших, которые были в этой бойне. И которые видели своими глазами, что происходило на самом деле. Да, приветствую Михаил. Здравствуйте. Приветствую, приветствую. Как вы себя чувствуете? Расскажите, пожалуйста. Ну, уже полегче. Был в тяжелом состоянии. Уже полегче. Ночи хорошие. Ну, делают все возможное. Как бы все хорошо, получше. А что с вами случилось? Ну, мы поехали помогать пацанам, ну, нашим. Их, короче, первый взвод увезли ночью на Павловск. Их ночью увезли, мы даже не знали, что их увезли. Нас утром собрали, в час дня мы поехали. Посадили на две БМП-3. Водил, взяли молодых, там вообще пацаны, которые не умели ездить. Засунули туда. Нас всех загрузили. Я командиром отделения был. Со мной родной сидел. Капитан Чижиков. И, короче, мы туда поехали. Мы на первой БМП-3 ехали. Мы не доехали километра два до Павловска, до этого, до города. И вот по нам открыли огонь. Они с противотанкового этого орудия. Это КТУР называется. Противотанковая управляемая ракета. И вот они нас там, ну, как давай, короче, с минометов. Ну, с этих, с минометов, со всех, там, короче, там, ноги, кишки, короче. То улетело и голову, и руки. Мы, короче, кто вот выпал с машины от удара, от волны. Писал, да? Да, да, писал, да. Писал. И это, кто вот выпал с машины, отболзали в этот, в просеку. Мы в просеку отболзли, короче. Начали летать эти коптеры. Мы легли возле дерева, короче. Ну, и потихоньку начали назад отступать. Вот назад отступали, короче. Они минами накидывали, накидывали. Там вообще, в смысле, ни минуты не было, чтобы не кидали. И мне в бочину прилетел осколок. Прошил легкое левое. Селезенку, желудок, кишки, короче. И в печени у меня сейчас осколок еще остался. Как бы, он мне не мешает, ничего. Он, как бы, все хорошо тут с ручами. И, короче, я лежал. У меня вот, кто со мной был, ну, пацаны, у меня 9 человек было. Они двое со мной выпали с машины, получается. И я им говорю, пацаны, отходите назад. Если что, то вернетесь назад, когда все успокоится. Они еще живые и ранены, и ничего не были. Вот они отошли назад, короче. Я вот лежал там, я не знаю, часа 3-4, наверное, в одного укололся промедолом. Ну, этот военный выдавая промедолом. Промедол укололся себе. И вот ждал, там, или кто там заберет, или кто-нибудь. Где-то вот пацаны лянулись мои, там. Забрали меня. Посадили меня в ПТР. И меня отвезли в Волноваху на операцию, короче. А вот доставили с того света, как говорится. И я оттуда с Волновахи попал в Донбасс. С Донбасса на вертолете в Ростов. В Ростове сутки меня в полиции подержали. И на самолете я попал в Москву, короче. Вот в Москве сейчас лечусь. Госпиталь Вишневского. Врачи хорошие. А в составе какого соединения вы были вот там, в Украине? Какого числа было? Нет, я говорю, в составе... Что это было там за подразделение? Военная часть какая? Это была морская пехота. Владивосток, город Владивосток. 155-я отдельная бригада. Вот это вот мы там все были. Мы были мобилизованы. Нам обещали, что мы пойдем на второй, короче, ну, фронт. Ну, будем там на постах стоять. А нас отправили, короче, вот в самое, короче, пекло. Ладно бы отправили еще бы повоевать, ну, как бы это. А мы просто попали в такую ситуацию, потому что у нас даже ни прикрытия, ни танков, ничего не было. Нас просто везли. Ну, как сказать, на убой, на мясо. Мы ехали вот просто в одну сторону. Помогать пацанам. Они там, типа, якобы укрепились там туда-сюда. Все это, короче, это просто, ну, я бы сказал так, это необдуманное решение командиров. Или они так сделали специально, или что. Потому что перед этим пацаны к нам, с кем мы уезжали туда, они на БМПхах, ну, водителя, там командир был Серега. Они перед этим 29-го числа туда уехали, 40 человек. Из этих 40 вернулось всего лишь 4. Там, короче, все 7 БТРов, 7 машин, это БМП-3, просто в хлочи разнесли его. Потому что командиры сказали один квадрат. Они приехали на этот квадрат и попали прямо именно к укропам, короче. Укропы, они с блинажа стреляли снизу. То бишь, они прямо к ним на позицию выехали. Это, надо быть такими командирами, что наших пацанов, которые тоже мобилизованы, прямо вот в самую точку от ослания. Они четверо прибежали, в них забрали военные билеты. И комбат утром пришел, говорит, садитесь на машину, надо еще народ туда везти. Они отказались. И до сих пор, короче, я не знаю, куда их дели. Их там, как бы сказали, то, что прокуратуру отдадут, там, то, что это, короче, дисбакт. Мы туда не поедем и стреляем, ну типа стреляйте на месте. Никто туда деворачиваться не будет. И они, я не знаю, вот они пропали куда-то вот четвером. Или из нашего, кто вот живой вернулся, там, Андрей и Димка. И два брата, они тоже с Владивостока. Их тоже куда-то забрали в прокуратуру, они отказываются туда ехать. И как бы вот такие вот дела идут. Кто не отказывался, ну, идти туда. Вот пацан, у меня есть Колбык, Рефан, мы познакомились. Он сейчас в Волновахе больнице, есть номер, все. Я как бы дам, он тоже не против, потому что там тоже его выкинули. Вот сейчас ранили его в плечо, сейчас подлечат, сказали, еще раз выход будет у него. Еще раз соберут, заберут сейчас. И туда же опять там, типа вот такие вот. Ну, как бы, очень-очень странно, как можно пехоту отправлять на артиллерию. Вот в чем странность. Мы ни одного выстрела не сделали с автомата. Нас просто, как котят слепых, положили, и все. И вот мы, кто вот остался, и все. А я хотел, да, а когда вас мобилизовали, Михаил? 24 сентября, Приморский край меня, город Большой Камень, мой, команд мой. И попал я в часть 25 сентября, это 155-ю бригаду, ну, отдельную морскую пехоту. А куда нас увезли? А какая-то подготовка, вот, то, что они рассказывают по телевизору, там, тренировки, подготовка, тактика ближнего, среднего боя и так далее? Да, у нас было это, проходило, получается, с 25-го, где-то, ну, грубо говоря, с 28-го числа нас привезли на Бабурово, за Уссурийск, там, город Уссурийск, за этот полигон этот, их 155-я бригада. Мы там до 20-го числа, потому что, нет, наверное, до 19-го октября, потому что у нас 21-го октября, мы уже сюда приземлились в Росток. Вот мы там 2-3, ну, 2,5 недели тренировались. Ну, когда мы тренировались, и мы у инструкторов спрашивали, там, ребята, расскажите, куда, чего он говорит? Мужики, да, если вы попадете на первую линию фронта, говорит, да, говорит, смысла нет вообще, мы вас обучаем, говорит, там, работает артиллерия, говорит, там, какие вы, блядь, какие вы вообще, вы все мобилизованы, туда должны идти нормально, вот, как они, инструкторы, там, хорошие, обученные люди. Мы, они говорят, вы пойдете на вторую, ну, на вторую линию фронта, то бишь, нас, ну, посадят там в боков и будем, там, как бы, вот это все делать, как бы, там, смотреть за безопасностью, ну, там, своих, так, далека, пустые машины пропускать, там, вот такое, вот. А тут, оказывается, вот, мы приехали, мы 21-го приземлились, октября, в Ростов, прожили в деревне Кирилловка, ну, это, вот, около Павловки, где-то километров за 10, 10 дней прожили, и вот 31-го, о, 31-го октября мы в час дня выехали, короче, по пацанам помочь, и нас, короче, вот, всех это, раз, это, разбомбили. Так, получается, еще раз, значит, приземлились вы, когда уже прибыли в зону военных действий? Мы уже прибыли, ну, грубо говоря, 21-го мы утром приземлились, ну, мы 21-го сентября и прибыли, нас в Волноваху завезли 21-го, это тут называется «Заленточка». Вот мы уже расселялись, 21-го сентября, сами себе дома искали пустые, там, кто где не живет, мы расселялись, где могли, короче, а мы жили с первых три дня в этом, насиновали там где-то вообще, там, на краю деревни в этом, как его, ну, в Кириллово, Кирилловка, деревня такая, Кирилловка. Там штаб наш, эти, ну, якобы командиры там сидят, но мы их никого не видели, я ни разу никого не видел, кроме своего родного. И вот они родному по рации, у нас первой рации не было, дня три вообще ничего не было, ни связи, я не знаю, как они там связывались между собой, мы сидели просто там в соломе, короче, вот так вот, можно сказать, ночевали. Потом выдали рацию нашему родному, и родный у нас постоянно молчал, ничего не объяснял, вот мы только ждали вот этого вот приказа, когда, ну, пойти в атаку, вот мы и пошли, не доехали, потому что у нас не сопровождение, потому что там техники нету, там все ее, уже всюду, но раздолбили, ну, разбомбали, ее нету там, я не знаю, чем они сейчас будут еще раз наступать, на велосипедах там, я не знаю, или на этих там, я вообще вот этого не понимаю. Понятно. И как бы пехота против артиллерии, это очень странно, почему так делают, я не знаю. Вот такие вот дела. А как они это объясняли, вот сейчас очень много информации идет о большом количестве погибших как раз вот из 155-й бригады, очень много информации, при этом стараются ее как-то, ну, по-разному, в общем, много споров об этом идет. По вашей информации, сколько людей там погибло из россиян? Ну, если мы ехали второй взвод и третий, а сколько было, человек, наверное, 60, ну, вот, я вот выживших знаю, ну, трехсотых, ну, человек 10, плюс еще выживших там человек, ну, 10, грубо говоря, ну, 40 точно, 40 точно, за 10 минут их нету. Их нету, они все, они там лежат, пацаны в поле. На глазах разрывало их, мы прям видели, как там прям попадало нормально, прям в броню с миномета, представляете, что такое-то? Человек как арбуз разлетался просто. Головы отлетали там вместе с руками, там, кишки летели. И, как бы, это факт. И там, мы когда ехали, там все поля засыпаны нашими пацанами. Их не дают забрать, и, как бы, это не первая волна. Мы третьей волной уже туда поехали. Это уже полгода такое там продолжается. И, как бы, вот так вот все происходит. Не знаю, я этого, мы так и не поняли этого, почему людей везут просто на бой, ну, на убои. Не на бой, а просто убивают наших пацанов. И это пацаны мобилизованные, просто, которые призвались, вот, недавно. Вот из этих двух взводов сколько было мобилизованных, а сколько было профессиональных военных? Из этих двух взводов, так, это где-то человека четыре были контрактники, остальные все мобилизованы. У нас даже Ротный был мобилизованный. Он не военнослужащий, но он уже дома, там, лет десять, наверное, лежал на диване. Ну, как бы, работал. Это так говорится, на диване там лежал. Его призвали просто по мобилизации. И вот он, как бы, это... У него есть брат, подполковник Чижиков, или полковник, он уже Чижиков. Он тоже в этой 150, я не знаю, ну, как бы, так-то он неразговорчивый был, ничего, хороший там, дядьки, как бы, не обижал нас, ничего. Ну, и ничего не говорил, как бы, что будет с нами там. Он, как бы, и сам-то не знал, наверное, то, что мы так поедем туда, в такое вот пекло, потому что он сейчас где-то в Волновахе, говорят, или в Ростове его конкузило, там, что-то с рукой у него. Как бы, вот такие дела. Не знаю, дядька-то он хороший был. И, как бы, я вот смотрю нашим командованием, даже без разницы, офицер ты там, или кто, короче, или просто там солдаты, там, сержант, там, без разницы, кого выкидывает туда. Понимаете, вот самое главное, то, что чтобы, я хочу, которые вот сейчас люди поедут туда, чтобы чем-то вы им помогли. Может быть, и наши там еще пацаны где-то сидят там, чтобы как-то хоть как-то общественность поднялась, чтобы, может, Владимир Владимирович там как-то Путину там это показать, там, донести это. Потому что его тоже обманывают. И это не все так просто там происходит. Выкидывают людей просто на мясо. Почему суют на ракеты, ну, просто пехоту? Почему? Я вообще вот этого не понимаю. Я такой вопрос хотел вам задать. А будто рассказывают очень много в интернете роликов таких, знаете, про крутых Рэмбо-кадыровцев, про крутых Рэмбо вот этих вот, как якобы там, пригоженцев, Вагнера. Вот, а получается, что по факту на первую линию на убой отправляют вообще неподготовленных. Ну, я вам честно сказать, я в 10 дней там прожил, я никого не видел, никого. Кроме мобилизованных, я там больше никого не видел. Просто вот так вот на убой отправляют пацанов неподчемных, которые вообще оторвали от дома, от семейных проблем дома, ну, работали. Сказали то, что этот, ну, как мобилизованный будет находиться на постах, на блокпостах где-то, на подвозе, может быть, но не на первой линии, где там жесткая борьба идет за жизнь. Не было ничего такого сказанного. Сказали там, да, может быть, будут такие зачистки проходить. Ну, да, зачистки, я согласен на участие. Я пулю получил на зачистке, например. Ну, то, чтобы вот так от людей отправлять. А пехота против снарядов артерии. Вот мы в данный момент, я Мишу вытаскивал сам лично. После осколка артерии. Нас прямой наводкой били. Сверху дрон завис, и все, и мы пошли. Я, Миша попал, трехсотый стал, я Мишу тащил лично. Как бы так было, это. А это когда произошло, вы можете рассказать? Ну, в 31-й, получается, в 2 часа дня нас отправили в Павловку и сказали, что с той стороны, откуда мы заезжаем, до нуля, там все зачищено, все нормально. Типа якобы. А хотя, как мы потом узнали, то, что у нас первый взвод туда ночью заходил. Раньше у нас, ну, второй взвод. Первый взвод, они тоже там нахлобучились. Получили хороший отпор. И то, что у них тоже там двухсотые были на тот момент. Двухсотые, трехсотые. И, как сказать вам, нас отправили на ту же месорубку, получается. У нас второй взвод и четвертый взвод. А третий взвод через 3 часа заходил. Их тоже туда же отправили, нашу же месорубку. Как потом мы узнали от, ну, наших знакомых, то, что мы были отвлекающим маневром. Вот так вот. Такая информация даже была. Да. Мы были отвлекающим маневром, пока люди там двигались с другой стороны, заходили или откуда заходили. Или разведывали что-то. Пока они по нам отрабатывали все моменты, мы были отвлекающим маневром. И по вашим прикидкам, сколько людей погибло вот 31 октября? 31 октября, получается, у нас вышло 20... Ну, полностью. Ну, 70 человек, получается, мы заходили. 20 мы были дома. Ну, то бишь, вылезло. А сколько трехсотых там было, я даже не могу сказать. Вот Миша точно за трехсотых. Потом за троих еще могу сказать, что они 300 были. А остальные я не могу сказать, какие они там. Ну, 25-30 человек, которые выжили. То есть, получается, больше половины погибло. Да, и я могу даже такое сказать, даже сами водителя, которые БМП, они отказывались туда ехать, потому что они говорили, мы едем по своим людям. Как еще раз? Туда, куда выбрасывали на ноль. Куда на ноль выбрасывали, где людей надо было десантировать. Они проезжали по своим людям. Была такая, люди отказывались от водителя БМП. Этих НТВБшек, они отказывались ехать туда. По какой причине? Ну, потому что они по телам уже начинают ехать. Мишу, как бы, он уже раньше, ну, считай, 31-го, его уже отправили на этот, ну, 300-х, разного класса. А я еще четвертого заходил опять. И по паловке очень много наших двухсотых, которые лежат и не трогают. Только трехсотых выносят. А двухсотые, они лежат до сих пор. Вот в данный момент шестого у меня товарищ, который получил ранение, в этот плечо и вышел через грудь у него. Седьмого утром он умер, ну, не дотащил до укулации, не нашел экулацию. Утром, когда нашел экулацию, там, ну, 20 минут, наверное, прошло. Я врача назад вытащили, мы врач вчера спасли, он говорит, он двухсотый уже. Я говорю, что, давай его дотащим, типа, он говорит, нет, мы не будем его брать, типа, пока паловку полностью не зачистил. А куда вообще вот эти подавать, то, что он двухсотый, например? Не, не, он там написан. Куда вообще вот эти сведения подавать, то, что он двухсотый? Я позвонил родителям, говорю, так и так, ваш сын двухсотый. Они говорят, нет, наш сын не двухсотый, мы звонили туда-туда. Ну, конечно же, это сложно принять, то, что это. Ну, на моих глазах пацаны уже. Как его звали? Аслан. Откуда он родом? Он родом соседей вообще, а он был прикомандирован месяц, ну, на месяц. И у него этот месяц как раз-таки вышел. Командировки. Вот мы должны были выйти с ним, мы как-то назад двигались. Мы, например, мы должны были дом взять и потом назад уйти. Ну, типа, этот, на два-три дня на отдых. Сказали. Ну, якобы сказали. Все равно бы такого не получилось, бы, назад новых. Ну, то бишь, мы хотели подойти и спросить, если у него командировка закончилась. Он мог уйти оттуда или нет вообще? Даже вот такая он, да. А у вас, вы все входили в какое соединение? Не попонял. Военная часть, какая, как это называется, военная часть ваша? Военная часть, 155-я бригада. 155-я бригада морской пехоты, да? Да, да, Москва. Мы резко там встали. Какая? Все, малая. Вот. Нас собрали, вот, которые, ну, которые в этом Кирилловке были оставшиеся люди. Нас загрузили БК, МК, вот, ну, помощь людям. Нас загрузили, мы поехали туда, БК отвезли, мухи произнесли с собой. Ну, так уж мы, по-моему, все были загружены. Мы пришли, считай, с 5-го утром зашли мы, 6-го вечера, ну, мы отдохнули чуть-чуть там. И с 6-го вечера мы пошли в бой. В бой мы шли вслепую, как котята вообще. Рации, которая была, мы говорим, типа, тот дом, типа, наш, говорят, наш. Мы туда начинаем шурмовать, ну, идти дальше. Он с левой стороны стоял. Он говорит, наш дом. Мы оттуда уходим, по нам начинают отрабатывать. Мы назад забегаем. Что за ерунда, это наш дом? Да, наш дом, идите. А у нас на площадке нашего дома, по-моему, 300 метров, получается, там, это, так сказать, ну, дом двухэтажный, который мы должны были штурмовать. Вот, по нему должны отработать, должны были. До этого места, пока мы шли, мы уже, уже у нас было два или три, трех, двухсотых. Вообще, это начальство, даже наши офицеры, которые были, вот, Прима, например, которую мы штурмовали с ним, он даже карту не знал, куда двигаться, как двигаться, почему такая ерунда. Да, типа, он вообще был послан сюда, ну, оставлять, он с артилерией вообще. Он должен был, это, противотанковый, этот, занесли мы, станок занесли, это занесли, снаряды занесли, туда, донесли, до места. Он должны были отработать, и не получилось отработать, это же, нас как котят, как размучили там. А у вас, какая должность там была, как звание там, вы были там стрелок, старший стрелок. А у вас, какое оружие, какого года выпуска было? 62-го года. 62-го, а какое это было? 63-го года. То есть, по сути дела, больше 50 лет он пролежал в консервации? Да, конечно. А у меня еще был подстольник, который вообще, подстольник, он был весь и ржавый. Не работал он, да? Это я его сам зачищал, нет, он работал, как бы, он весь был старый, я его зачищал, сам все и подготавливал. То есть, получается, что оружие вам все выдали, ну, как бы... Второй раз, когда мы пошли в этот, ну, за ленту пошли, второй раз, у нас даже половины промедолов не было. И жгутов, и бинтов, ничего не было. Мы ему говорим, типа, дайте, а он говорит, нету, пацаны. Что делать, а наши пацаны же там спереди, мы говорим, ну, ладно, что, нету, нету, пойдем, поможем нашим. Мы же до своих пацанов шли. А когда вас мобилизовали? 24-го мобилизовали, Сан-Андре. Я вообще должен был быть, как вам сказать, я работаю на ТЭЦ. Мне должна была вообще бронь быть. ТЭЦ же это бронированный же, ну, как сказать, как объяснить вам. Да, нет, я понимаю, что это стратегический объект, отопление, тем более впереди зима. Да, да, да. Вот, я электрик вообще-то. И мне повестка пришла вообще за два часа до отлета. Я даже дома не собрался, ничего. Я жжну поцеловал, пошел в ДК, в кинотеатр или нет. В кинотеатре просидел, и нас ночью отправили на этот. Я вообще как этот собран был. Это было 24-го сентября, да? Да, 24-го. А подготовка долго вас занимала, вот боевая? Сколько вас учили? Ну, подготовка, вот, получается, с 26-го по... Ну, мы две недели были, поздно, две недели были. Ну, мы с Мишей были, вот, на подготовке. Это где-то в Приморье там, да, полигон? Да, мы на Бамбурово, по-любому. Бамбурово. А там вас как стрелка тренировали, да? Ну, мы чисто нас учили штурмовать там, например, ну, как зачистка. Да, я согласен был идти на зачистку, но не под номерами, а там и огнями, и под дронами, которые бросают гранаты. И по нам артиллерия работала как по... Ну, они как будто с ружья стреляли по нам. А вот на территории Украины вас когда завезли? На территории Украины завезли, ну, получается, 22-го мы заехали. Октября уже? 21-го прилетели. Да, 21-го заехали мы ночью. Вот прилетели, вернее, утром прилетели мы, и вечером... 21-го уже, наверное, там были уже. А с Приморья как вас перебрасывали в зону боевых действий? Самолетом. А, с Ростова мы на КамАЗе доехали. А, и с Приморья вас доставили в Ростов самолетом, да, военным? До Ростова мы долетели, и с Ростова мы на КамАЗ загрузились и долетели. Мы сидели без боеприпасов, на Лопавловке, знаете сколько? Три дня. Три. Да, три дня, наверное, без патрон даже. У нас не было патрона. Мы были покрыти. На милостой. То есть, если бы пошли штурмовать украинцы, вам бы даже, вы бы не смогли ничем ответить им? Нет, у нас не было патрона, быка не было даже. И мы шли штурмовать, вот, но у нас по четыре рожка у всех было. Ни подствольных этих не было, ничего не было. Вот, кто где срастил, например, я, например, срастил себе еще два рожка. Потом нашел себе в Волге, нашел. Потому что у меня был патрона. Мне в Волге подогнали те же самые эти миротворцы с Украины, которые у Володи есть. Ну, он рядом с нами жил по соседству. Я говорю, у вас есть? Он говорит, есть Волге? Он говорит, хорошая тема, что тебе дать? Я говорю, конечно, давай. А что, у вас нет, что ли? Я говорю, нет вообще. Он в шоке был. Да тут все в шоке, мне кажется. И получается, что вот 31 октября вы попали под огонь, и у вас там больше половины вас убило. Вы помогли вытащить... Да, вы вытащили Михаила, и вас опять отправили через день, через два, опять. Четвертого я опять зашел. И опять такая же история была? Нет, второй раз мы заходили уже к Буре. Мы доехали до 0. Мы доехали до 0. Ну, то бишь, это до удочки. Не конец удочки, а начало удочки. И оттуда полями, полями мы так отпрошли эту удочку. То бишь, перебежками. То бишь, у нас все быка, все полное было. И еще мы сухпай тащили своим пацанам, которые там были. У них же они без сухпая, без ничего. Они сидят там, чисто на которой есть в подвале продукты. То бишь, это компотики, мампотики, салатики старые, которые оставили жители Украины. Люди там тоже такие же ходят, жители, которые некуда деться, бабка старая, дедушка старая. Ходят и дают координаты. Они там-то, там-то. Вот мы их всех задержали где-то, а у него деньги лежат российские, золото лежит и телефон заряжен полностью. Ну, у него все это забрали, закинули его в подвал. Никто не хотел грех на душу брать на себя. Дедушку закинули в подвал. Когда пошли наступать, пошли, его оставили там. Когда назад вышли, ну, когда назад мы до 300-го принесли, этот дом, как откуда мы наступали, деда уже не было там. Ну, дед ушел. А по нашему дому полностью отработано как... Дом весь полностью разрушен. Пойдемте. Вы имеете в виду ваш дом, который вы заняли там, да? Да, да, который мы заняли до этого, откуда мы двигались. А вот когда вы вернулись, я правильно понимаю, что там какая-то группа солдат сказали, что нет? Мы больше второй раз в такое пекло не пойдем. Вы нас просто по дарту обставляете. Да, есть такие. Да, были такие люди, которые, они говорят, я не пойду в такую жопу не пойду. Ну, вот, которые, люди, которые там, они не хотят идти. Потому что там нет руководства, нету этого. И люди там вообще брошены на произвол судьбы, можно сказать. Вот, например, отстал от группы. Вот мы ночью отстали от группы, я с 300-м. Осталась и ночью. Все двинулись дальше штурмовать. Я 300-го обмотал, мы троем были. Мы начали оказывать первую помощь. Оказали, аж спереди нет. Идет огонь, идет арта. Мы остановились, затормозились. Часа два-три мы пролежали под... Как вам сказать? Под мостом маленьким. Оттуда выдвинулись, двинулись назад. Мы думали, ну, как бы наш командир знал, прима, то, что мы там остались. Мы думали, он сейчас прудет за нами. Мы посидели там до, считается, 4, 16-20. А 16.05 я ему поставил промеду, колол. Потом часа в 12, наверное. Ну, уже ночь была. Мы ночью двинулись назад. Отойти оттуда. Потому что там работала арта хорошо. Там арта работала и наша, и их арта работала. Наша же по своим бьет. Они даже не замечают, ничего страшного. Они говорят, ой, нечаянно. Они говорят, мы наводили, например, на один дом. Два часа мы наводили на один дом. Мы говорим, надо следить сюда. Это хорошо бывает телевизор, товарищ майор. Он говорит, цель туда-туда-туда-туда. Раз он пролетел, он корректирован его. Он два часа его корректировал. И из десяти он, наверное, попал, наверное, на три. Три попадания было. Из десяти, примерно. А на каком расстоянии вот эта вот ваша артиллерия стояла? Ну, около десяти, наверное, километров, наверное. Она же сзади находится в артиллерии. Мы в Павловке были, а они были в Кирилловке. В этом расстоянии. Около десяти километров. А они были в Кирилловке, и из Кирилловки в Павловку стреляли, да? Да, да. И... А вот эти вот остальные там семь выстрелов, которые не попали в цель, они как далеко попадали вот от той цели, на которую вы наводили? Ну, например, первый выстрел был вот около нас, откуда мы наводили. Пролет был к нам. Мы говорим, еще дальше, он еще дальше. Левее, он левее ударил все в другую сторону. Еще левее, еще левее. Правее. Дальше. Пока мы наводили, они уже, наверное, убежали, да? Сказали. То есть, пока не попали в дом, семь выстрелов до этого было сделано. А расстояние вот от той цели, на которую вы наводили, разлет вот влево, вправо, вперед, назад, сколько метров было у вот этих вот орудий? Ну, около, наверное, 400-500 метров, наверное. То есть, у него разлет был, он ошибался там на 400-500 метров, на полкилометра? Ну, да, мы наводили его там на один дом, а он бил на 500 метров левее, на 500 метров правее. То есть, я и говорю к тому, что он, находясь за 10 километров, при том, что вы его корректировали, он мог допустить как бы ошибку на 300-400 метров. Мог ударить левее, правее. А наводили как это, получается? У вас рация была, да, с ними? Рация была, которая плохо работала вообще. И мы... У нас даже карты не было, мы шли. Ну, примерно, примерно у нас пока... Ну, карта была, карта была только у других, но не у нас. Мы говорили, вот двухэтажное здание, такое-то, они говорят, да, это сектор, такое-то, такое-то, там 15-й, какой-то 24-й дом или какой-то там был дом, куда мы должны были зайти, зачистить. Они говорят, типа, это наше все там, все нормально, это наше, вы можете идти, а на самом деле там сидят укропы и... бьют наших. Вот так вот, да? Мы говорим, сверху дрон зависит, мы не можем выйти и отработать, потому что дрон кидает мины. Он говорит, дрон это наш. Мы начинаем бежать, дрон начинает кидать за нас. Даже такая тема была. И много чего лишнего там комбат говорил в эфире, например, если вы послушали, у вас бы уши заряли. Они говорят, например, комбат кричит, вы что там творите, хули вы там ссыки, оу, ссыки, вам надо идти наступать, блять, в ущербе, блять, ссыки, блять, из-за этого ваши люди погибают. Мы говорим, арта работает, куда мы выйдем, блять? Идите, бегите, арта будет все равно работать, хули вы ссыки, бегите. Дроны висят, дроны наши, бегите, мы начинаем бежать, блять, они отрабатывают. А приме, он говорит, блять, приму кто, блять, там встретит, нахуй расстреляете, ссыки, пидорасы, блять, из-за него, блять, люди гибли. А прима, он говорит, блять, давай растормозимся, чуть-чуть этот обождем, обождимся, чуть-чуть обождем. Ну, когда птички им подвисают, мы, да, обождали чуть-чуть, пришли дальше, все. Комбат, кого давал указание расстрелять? Приму? Приму. А прим? То бишь, это майор был такой, который с нами был. А он был кем, ротным майор? Офицер. Офицер? Да, он майор вообще в альтериерии, он в альтериерию перевелся. То есть, получается, что командир батальона приказывал солдатам расстреливать какого-то майора, если они его встретят? Да. А из-за чего? Ну, потому что мы шли медленно, и другие группы двигались чуть-чуть быстрее, потому что у них, ну, по ним не работала авто, они двигались быстрее. То есть, получается, что вам приказывали, это вам или другим группам приказывали, если что, расстрелять приму вот этого майора? Ну, он кричал вот так вот, кто увидит приму, расстреляйте, блядь, этого долбоеба. Братце. Ну, вы думаете, он это как бы, то есть, это как приказ к действию был, по сути дела, солдатам? Ну, да. Ну, да. То есть, это получается как? Получается, что... Ну, но вы не выполнили этот приказ, потому что это было незаконно, правильно? Это тупой приказ, как его выполнить. Да. Но если бы какой-то другой человек, который... Там просто не было. Вот начальник штаба, например, который нас встретил, который говорит там, вы что там, вы оба расхаживаете, мы расхаживаете, мы бы поехали в Волноваху купить себе продукты, продукты, ну, питание. Постираться, не стираться. Нас остановила военная полиция, говорит, вы что сделаете, типа? Мы говорим, типа, а так и так поехали за продуктами, воду, прям. Он говорит, а что, у вас есть путевой лист этот? Я говорю, какой путевой лист? Он говорит, нет, тогда мы его задержим. Нас задержали, довезли до этого. Кирилловки, Кирилловки нас, начальник штаба, я не помню, какого зовут, молодой тоже. И он пришел, говорит, ну, что там расхаживаете, мы расхаживаете, долбые, молодые. Сейчас одеваетесь полностью. Нас на месте же одели, каски дали, автоматы. Ну, хорошо, у нас был свой автомат. Каски, бронжилет дали. Про медолу ничего не давали. Говорят, вы сегодня ночью, сейчас через 15 минут вы уйдетесь. Ничего себе. Это хорошо то, что другие, которые заходили раньше нас, они попали под миномет. И они говорят, типа, чуть-чуть сложно заходить, на утро лучше перенесите их. И вот мы утром двинулись. То бишь мы успели подготовиться еще как бы чуть-чуть. И утром мы в 5 часов, в 4 часа мы пошли до своих. А лечение сейчас вас куда отвезли лечиться? Меня привезли в Ростов. Я вот сейчас, в данный момент, не оперировали, ничего. Бандаж я сам себе купил. Ставили как тектор. Чисто обрабатывают, и все, рано. Сказали, то, что борт может быть завтра. И то я сам подошел, говорю, так и так. Можно узнать, где мне будет делать операцию, операцию, когда это будет. Он говорит, ну, может быть, завтра будет борт, и ты, может быть, завтра уйдешь. А куда могут отправить на операцию? В Москву сказали. Вам на Москву все равно, говорят, у вас перелом и задет нефть какой-то там. У нее пальца не мерзли. Две пальца. А у нас как стадо, кучка. Где люди там, и там они стоят. А сверху арта видит, и все, и артой накрывают все. Ну, я говорю, автомат вам выдали 62-го года, правильно? Да. В госпитале много там народу, да, сейчас, раненых? В госпитале. В госпитале перебитый полностью. Ну, давай, да? Раненых очень много. Раненых очень много. Все в основном со сколками, с ранениями, укол-конечницы перебитые. Вот молодой человек вчера, 19 лет, перебила ногу. Ну, он ЧВКшник. Он говорит, мне мина под ногу залетела бы. А ЧВКшников много? Не понял. Ну, вот, а из ЧВК, он из Вагнера, да? Да, да, Вагнер. И он как вчера что рассказывает? Он как получил ранение? Ничего, точно так же по-грухому закидывает их. А он давно в Вагнере? Нет, он тоже недавно. То есть Вагнер тоже берут, по сути дела, без большой подготовки молодых парней. Да, да. А заключенных бывших не встречали нигде там в госпитале, нету? Ну, я не интересовался даже. Мне как бы смысла нет в этом не интересоваться. Просто, ну, все ранены, все сидят, приезжие. Ну, и как вы думаете, надо заканчивать войну или надо продолжать? Ну, мировоззрение, в принципе, не поменялось. Это, конечно, надо такой геноцид этот убирать. Вообще, изначально. Потому что это геноцид. Это люди, которые повышают себя больше, чем надо. Человек должен быть, ну, должен быть помягче, как бы, можно сказать. А у них нет такого уже. После лечения... Он там никого не жалеет, никого не послужил. После, после, после лечения домой поедете? Ну да, у меня две дочки, конечно, домой поедут. Потому что чуть-чуть вас не убило, на ваших глазах много кого убило. Ну вот, я хотел еще вот такой вопрос вам задать. Как вот поступать? Вот, например, я знаю вот человека, который двухсот. Куда обращаться? Кому обращаться? Ну, вы можете мне рассказать... Какие извинения? Да, кого убило? О ком вы хотите рассказать? Вот в данный момент такой есть Санандерген Николай Николаевич в Санандаре. Он там мертвый. Потом, вот со мной, который был, который трехсотый, я на него всю ночь. Вот он тоже двухсотый. А ему... Я сегодня позвонил брату, говорю, как-то так. Он объяснил, что он двухсотый. Он все-все, типа туда-сюда, потом мне переезжает, он говорит, что ты мне говоришь-то? Я позвонил в воинскую часть, мне сказали, что он нормально, он строит. А вы видели, что он сам умер, как бы, да? Вы его тащили? Я его всю ночь выхаживаю, я его всю ночь на нем смотрел. Я не стал настаивать, ну пусть верит, что он живой, пусть... Надежда у них такая, может быть, или что. Я просто сказал, в такое-то время, например, он умер седьмого числа, с семи до девяти времени. А кто это? Можете фамилию, имя, отчество назвать? Аслан. Какой он фамилию, не помню. А откуда он родом, еще раз, да, этот Аслан? Аслан родом соседей вообще. Он контрактник, он прапорщик. он, его туда закинули в командировку. А месяц. Этот месяц, как раз таки, закончился, четвертого, когда мы должны были заходить. Четвертого или третьего, должен был закончиться. Но мы уже пошли, там у него уже закончился, то бишь, этот месяц. Страшное дело. И еще одна информация по поводу этот, как мы приехали, когда в этот, в Славновахи, начальник этот говорит, куда вы бежите, типа съебывайте, мы говорим, куда мы бежим, куда мы съебываемся. Он один говорит, съеб, хотел съебаться, говорит, мы его здесь за двухсотель, в яме он валяется. Такие слова были у него. Кошмар. То есть они без суда, они без суда и без следствия расстреливают тех, кто хочет сбежать. Те, которые пять часов и хотят съебаться туда, которые хотят жить. Получается, сами своих же убивают? Ну, а точно так же по своим отрабатывают. то и не долетело на город. Четвертого числа тогда этот, ну, наши партнеры рассказывают, четвертого числа заказали то, что сан-сапек, мы сапек сказали, ну, координаты дали, куда отработать надо. Сан-сапек, мы сапек сказали, то, что будет. и они сказали, это, все, базара нет. Прячась в укопах подальше, типа, мы будем сейчас отрабатывать сан-сапеком. Просидели, просидели в яме, ну, вот, в яме просидели около шести часов. Было три снаряда сан-сапеком, и все. А комбат кричал, там, сейчас там сапеки будут работать по этим позициям, которые вы дали. Все дальше отходите, отступайте, типа, сейчас мы отработали. Никого не было, сан-сапеком, ничего не было. А люди, когда начали оттуда выходить, по ним отработало их дроны. Действительно какой-то геноцид получается. Не понял. Я говорю, какой-то геноцид, истребление получается. Да, там вообще ничего. Вот, который, это, майор этот, майор какого зовут? Комбат и Комбрид. Ахметов и этот, они вообще, у них нет совести, у них нет ничего еще и капли души. Ахметов когда и этот, когда утопили людей, когда это было? В сентябре? Ой, не в сентябре или в августе, когда утопили людей пропущу в этих контрактников. Это когда, нет, я просто об этом ничего не слышал. Можете рассказать об этом? Не слышали такого? Нет, не слышал. Вот, они утопили людей через реку. Они их погнали через речку, и люди потонули там. Они были бронжлеп, все в полном славуяне, они утонули. А как это их утонули? Просто в воду их заставили лезть, или по понтону они пошли? Ну, через речку надо было перейти там, куда-то. И что с ними произошло? Ну, там БТРы потонули, люди потонули. Им это с рук сошло, и ничего страшного. А сколько людей там утонуло? Вот, там дофига утонуло, там, можно в интернете забить, посмотреть. После этого ему еще и звание дали, какой-то там, орган какой-то дали. за затопление личного состава? Да, да. Почему вот в данный момент мобилизованных отправили на передок? Потому что нет личного состава, у них 155-й контрактников, нет. У них всего лишь около 60 людей контрактников, и то, это которые там, Кумовья, родственники, и все. По сути, нету никакого уже соединения в живых. Да, если 60 человек. Да, у них нету контрактников. Только мобилизованные? Да. Из-за этого мы пошли на передок. Если были бы контрактники, мы бы сзади подвозили там боеприпасы, еще что-нибудь. Может быть, так это было бы. Но как нету личного состава, нас отправили на передок. Путин как же говорил, что мобилизованные находятся там на второй, на третьей линии от этого переда. И на подвозе, на боеприпасах, на охранение боеприпасов. Было так же, вроде бы, сказано, Владимир Владимирович Путина. Да. Ну вот. А по факту вышло наоборот. Стало нету там типа этот могут заполнять, мобилизованно могут дополняться туда, добраться. Это в крайних случаях, типа если там не хватает народа. Ну как народа нету, что 55-й бригаде пошли все. Вот, например, в 31-го мы заходили второй, четвертый взвод. Третий взвод заходит, ну третий взвод уже узнал то, что нас полностью разъебали там, и им же говорят, комбат говорит, вы не туда поедете, вы на другую сторону поедете. И привезли их туда же. Их там же разъебали. На том же месте. Обманывают получается. Ну да. Ну а как там настроение у людей в госпитале? Че все думают про эту войну? Че они думают? Они так же думают, что это голубей визе. Пехота и воевать с артиллерией. Пехота на артиллерией. Куда это? Получается, выходит, что по телевизору показывают одно, а в реальной жизни все другое в России? Вообще другое. Вот есть даже видео Павловка. Можете забить ее в Ютубе. Не в Ютубе, а в Гугле. В Гугле забейте и там увидите, как техния автор работает. Как техния дрон летает, ты видишь там больше трех человек и туда пролетает автор. Это по нашим пацанам все это пролетало. И они догоняют одного даже артой. Не жалея снаряд, они догоняют одного. Он один убегает, его артиллерии догоняют. Два четыре выстрела, они догоняют его. А я вот хотел еще спросить, а вот эти БМП, на которых вы заходили, они какого года выпуска? Они все старые, не было, ни одной техники новой. Я вам даже скажу, мы 155-я, а это рядом у нас стояла 44-я или какая бригада тоже стояла, или 55-я была. 40-я бригада стояла. Они спиздили наши эти БМПшки, ну как спиздили, они сказали, типа вы сами их бросили. То бишь они отсюда с Ростова гнали, когда комбат типа сказал, если машина сломалась, бросайте и езжайте дальше. Не тащите ничего, оставляйте. А сзади 40-я шла. Они раз зацепили, одну, вторую зацепили, а потом 155-я говорит, давай нашу машину вы их бросили долбой вы же их бросили идите нахуй вы своих же сами бросили все машины перегреты и загреты всю технику везут туда, которая поломана не было такого бетера, который там всю работу. Вот мы ехали ночью без ночника, не ночника, нас целухуировали когда ночью 31-го. Мы ночью ехали без ночника вообще в бэхи. Мы ехали как котята. Мы на полном ходу врезались в другой бетер, который стоял поломаный, который разулся. Нас чуть кашу не превратило. Хорошо, там на повороте мы скоро с маленького было. То есть у него даже не было приборов ночного видения там? Да, не было. И у радейки у бетера нету бэху нтлб шкать. У кого? Нтлб. Это как расшифровывается? У них нету лёгкая броня и у них нету тоже приборов ночного видения? Нету, нету ночников, рации между собой даже не могли связаться. А люди опытные садятся за руль управления или нет? Не понял. водители, механики и наводчики опытные там в этих бронемашинах? Ну те же люди, которые учились с нами. Тоже мобилизованные, которых вот привезли. Да, да, да. Да, их закинули туда, как тоже езжать. Уже нет контрактов своих, которые опытные. А контрактов нет, потому что они просто не хотят идти воевать, что понимают, что это опасно. Ну их не контрактов они все в принципе. Там одни остались на ком авиа родственники. Они там сидят с ними рядом. Ну как бы на охране там на подвойне. То есть короче еще и там и коррупция. Ну да, можно сказать конечно. Или люди, которые там прослужили с ними 15 лет, 10 лет. А люди не хотят воевать, хотят вернуться? Ну конечно. Но против пехоты, против артерии, куда? И что в результате что с ними делают? Что вам известно? люди люди есть, которые там откажут своего от тех говорят, что один отправится и там бросит. А назад сказали, что я когда был уже там, сказали, кто назад идет, то можно валить свою же. То есть кто возвращается, того надо расстреливать, убивать? Да. А что они говорили, куда они собираются отвезти тех, кто отказывается? На передов бросить, выбросить. Без оружия? Да. Документы? Аржан. Это врач подходила, спрашивала фамилию вашу? Ага. И получается... Надо вот это все быстрее делать. Вас как зовут? Меня Владимир зовут. Владимир Осечкин. Ага, Владимир. Надо это быстрее делать. Чем быстрее вы сделаете, тем быстрее и она закончится всякая. 28 или 29 получается октября мы двинулись якобы в атаку на лесопосадки, которые были параллельно, но встречались с Павловкой. План как бы особо не планировался в том плане, что мы не знали местности. Карты мы видели один-два раза у наших взводных и как бы за это время взглянуть на них и запомнить все, что как. ну это образно можно так, примерно на пальцах. Когда мы поехали в самом начале, получается сразу танки поехали не туда, а другая рота поехала на наше направление, нам вообще ничего не оставалось, а еще и БМП, на который двигались предыдущие взвода, мы как бы должны были сначала четвертый взвод, дальше глубже заезжает третий, глубже второй, и мы на самый получается первый аванпост. Общая протяженность лесопосадки там перед Павловкой составляла в районе километр 200, где-то километр 300-400 метров. Вот, мы должны были в самом конец. Но когда мы подъезжали, из БМП сразу два или три подорвались на ТМ-ах, на противотанковых минах, люди высыпали, наши БМП тоже остановились, потому что было бессмысленно продолжать движение, все было заминировано. В лес, от леса передняя вот эта вот, которая первоначальная лесопосадка, от нее ничего не оставалось. все было одни щепки. Видно было, что там какие-то окопы, и в итоге, как мы только высыпались БМП, все еще стоим, ничего понять не можем. Из нас 99% никто никогда не участвовал в войнах, все мобилизованы, и даже оружие, не то что стрелять в сторону людей никогда не направляли. Ну и тут по нам начали работать минометы, и как потом сказали АГС. Сначала не поняли, потом один с кровью, второй с кровью стоят, поняли, что вот это и началось. Нам так образно на занятиях рассказывали, что выход, прилет, свист, нужно падать. Ну мы попадали, лежим, кто-то около БМП прям лежал, я так понял, он там и остался, потому что туда просто как я не поворачивался после прилета, БМП все двигалось, поскакивало, то есть под ней прямой наводкой долбили, она была заведена. мы непонятно, что нам кто-то крикнул в лесопосадку, начали поднялись, начали заходить в лесопосадку, по нам начали стрелять с лесопосадки, 5.45 этот звук, он намного тонн ниже, чем от 7.62, которые от нас были. Далее мы увидели квадрокоптер над нами висит, ну все начали по нему стрелять, никто не попадал, расстояние было прилично, а в итоге по нам все сильнее и сильнее отрабатывали АГС и минометы. Я уже видел людей, которые стояли с безумными глазами, с головы текла кровь, и от этого еще страшнее становилось. Мы не знали, что нам делать. Наши командиры, так же, как мы мобилизованные все, там не было ни одного опытного офицера, просто от этого всего, так же с безумными глазами сказали отступаем. Мы вышли как бы метров, наверное, метров 600-700 по лесопосадке, потому что нам сказали, поля там все заминированы, и противопехотные, и противотанковые. Ну, противотанковые было видно, там они до такой степени, их там просто одна на одной, там все было в них, не знаю, кто это делал, наши или та сторона, но факт остается фактом, и никто их не разминировал, никому это нафиг не надо было, то есть нас туда кинули, как сказать, в один конец, после отступления мы отошли, там висел флаг, как я понял, это был Ахматовский флаг, зелено-красный такой, какие-то полоски там на нем, и далее мы выскочил, появился наш командир батальона, такой же мобилизованный, как и мы, единственное, ему еще и, он был майором, ему подполковника дали, он в учебке нас, как бы, со всех подразделений, на распределении, когда я только призвался мобилизованным, мне поставили старший наводчик, сам я, военнослужащий военно-морского флота, 13 лет отслужил на военно-морском флоте, сухопуткой не имел, как бы, маленько отошел от тематики боя, ну, и меня все равно закинули в этот ДШР-4, 155-й морской пехоты части, гвардейской, как она потом сказали. какая профессия, вы 13 лет на учебке, когда были, разговаривал с контрактниками, страшно было смотреть в их пустые глаза, я спрашивал, что и как, ну, они сказали, ну, в двух словах, нас было 3600, 3600 человек, осталось 106, я говорю, спрашиваю, ты вошел в эти 106, он сказал, да, я говорю, ты сейчас обратно туда поедешь после ранения, он говорит, ну, а смысл, если я уволюсь, меня загребут так же, как и вас, домой приеду, а у меня уже будет повестка ждать, ну, и все, я понял, что что-то тут нечисто, ну, и вот уже вот эти все слова, вот это все у меня уже начало кружиться, когда мы уже сами, как беспомощное стадо баранов с этими автоматами в этой каске и броне ратник, они не помогали от мин и артиллерии, если нас подавляли артиллерией, при этом наша артиллерия, я не слышал ни одного выстрела, пока нас там просто долбили, мы отступили, выскочил комбат, позывной резец наших ДШР, и сказал, что нужно там люди остались, нужно их выводить оттуда, что они там могут в кольце остаться, ну, как бы народ сразу пошел, я еще, нам никто путем не объяснил про снаряжение, мы загрузились все до такой степени, ну, что РДшка просто, если ты упадешь на спину, ты уже не встанешь с ней, пока мы разгрузились, уже люди ушли, я в итоге вообще обновил магазины, зарядил, выкинул нафиг, я помощник пулеметчика был, выкинул его БК, он взял тоже то, что он может нести, мы поняли, что война не такая, как нам рассказывали, прийти, сесть, сидеть, оборону держать, а война там непонятно какая, ну, и в итоге мы вернулись, по дороге уже встретили раненых танкистов, помогли их, ну, передали пацанам, которые также сзади нас возвращались, у одного лицо обожженное было, у другого была нога прострелена, наши, кто уже шел, они просто увидели движение, и как бы мы не знали как, на что реагировать, и просто люди постреляли в мои, как бы, с моей роты в ту сторону, ну, они отползли подальше по этой траве, никто туда уже не пошел опять же, а попали в ногу, ему прострелили кость, ну, ногам просто, танкист попытался ему там шину наложить, вот они выползли на нас, мы проверили все, помогли им, передали их унесли, короче, танкистов, дальше прошли, уже с моей роты встречались, парни шли, у кого руки посечены от мин, у кого в голову попадание, ну, осколками, ну, легкие, они шли на эвакуацию по розетке, мы прошли, дошли до комбата, он остался, наши ушли уже в лесопосадке, заняли, также начала артиллерия отрабатывать, она так и работала, ну, комбат сказал, что срочно нужно поочистить лес, подъезд к лесополосе, это ТМ-ки, убрать ТМ-ки, нас было около 10 человек, и мы часа 2-3 убирали эти ТМ-ки, метров 250-300, чтобы могла техника подъехать, ну, как раз до того места, где наши БМП стояли подбитые, вот, ну, и как бы, а мы проходили эти все курсы, и поднимая эту ТМ-ку, просто вспоминаешь имя матери, имя любимой, потому что под каждой может быть любая взрывчатка, или та же самая граната, или это специальная, которая в паре с ТМ-кой идет мина, при поднятии которой просто происходит взрыв и детонации ТМ. Мы убрали в районе 200-300 этих мин, не имея никакого саперского, как скажем, образования, так, одно занятие прошли, и все. Про пару, мы уже пару оставили, они лежали рядом с сумками непонятными, там, рюкзаками какими-то, мы, ну, думали, вдруг там реально какая-то взрывчатка, там уже нам принесли кошку, мы, вот, их мы уже отодвигали с помощью кошки веревки с безопасного расстояния, а остальные просто подходили, брали руками, молились и уносили в лес. Далее вернулся к комбату, ну, и комбат уже нам сказал, что нужно помочь лесопосадку подавить третий ДШР, сам я был из четвертой, вот, что там много, а там парни, они поехали по нашему направлению, но не с той стороны, а я уже потом понял, почему они поехали не с той стороны, где стояли горелые наши танки на метров 100-150, три танка взорвали максимум на 150 метров, вместо километра 300, которые они должны были проехать. Взорвали их с тура, я видел эти видео, один на тур, двое на ТМках подорвались, там все было заминировано, просто досконально, через каждый метр, два, и не по одной, а бывало, и мина на мине лежала, потому что почва, я уже потом это все доходил, и почва была мягкая, и когда мы разминировали ТМки, подъехал танк, пролетели БМП, и танк начал монсировать назад, вперед, производить выстрелы, мы от него были метров 30-40, мы как бы помахали, но он проехал рядом прям с подбитым БМП, мы подумали, что ну, значит, там как-то дорога или что-то есть такое, что он, ну, то есть не взорвался, вот, он мансовал, мансовал, стрелял, стрелял, в итоге очень сильный взрыв, его подкинуло, мы увидели, он назад начал сдавать, у него левая гусеница распласталась, он просто стал колом, оттуда выскочили танкисты, видел, что только у механика, водителя, как бы ему, вот, как он смотрел, ему грязью прижгло, вот, ну и все, мы их тоже отвели до нашего комбата, они убыли, танк остался, мы сказали, что, мы кричали, но такой шум от него, этот свист, что они там, они на нас и внимания не обратили, один момент, он пушку на нас повернул, мы, мы не знали, что делать, в лесопосадку, отскочили, смотрим обратно, отвернул и начал стрелять, мы вышли, мы, никто не был такого подготовлен, мы не знали, что даже от наших ожидать, вроде в повязках, на повязке, к тому моменту уже все черные были, не то, что там, на фейковых видео снимают, у них, за не 10 дней там просидели, а у них белые повязочки везде, вот, далее мы вернулись до комбата после этого разминирования и он отправил нас в лесопосадку, по лесопосадке мы догнали группу, кто-то остался, там уже не пошли, кто-то пошел вперед, прошли до самого, там немножко была стрельба, ну, вообще, минимальная, блин, даже гранаты позакидывали, прибавили, подошли, это все прохождение везде, все время по всей лесопосадке работали минометы и артиллерия, наши уже, ну, как бы, к тому моменту произведут пару выходов, непонятно вообще, куда, что, и все на этом, то есть поддержки вообще никакой, ничего, ни авиации, ни артиллерии, как нам рассказывали, даже саперов не было, никого не было, нам говорили, будет, какой-то надзор, чтобы, ну, контролировать действия, все там, координировать, ничего этого вообще не было, там ни одной души левой было, нас просто скинули, слили, не знаю, как это сказать, мы отдали, нас посадили на лесопосадке, на позицию, там, как сказать, противника была позиция, ну, лежали вербы, стингеры, эми, туры, все лежало, и с половиной уже использованное, мы заняли, там, блиндаж был, максимум могло блиндаж, ну, так, лечь, отдыхать, человек восемь, и то, это когда ноги переплетенные, нас первоначально было десять человек, группу раскинули, на десять человек, старший лейтенант был там старшим, позывной Киров, ну, и на утро у нас уже стало восемь человек, двоих, выполз один противник, и в самое утро, и двоих отработал в темноте, у нас не было ни квадрокоптеров, ни тепловизоров, ни одного прицела на всю роту у нас не было, в это и стало причиной гибели у таких пацанов, которые, как бы, сидели на посту, охраняли, пока другие отдыхали, далее уже утром мы начали окапываться, а толку у нас мы окапывались, танк начинал работать, все убегали в блиндаж по команде старшего, и буквально он отработает, выползали, а где парни копали, там эти окопы все перерыты были, то есть, находясь на этих окопах, если бы мы не прятались в блиндаж, то это все было бы, были бы двухсотые и тяжелые трехсотые, пока снаряды отрабатывали, прям, ну, прямая, вообще, прямая наводка, птички постоянно их не прилетали, но был случай, когда мы начали перестреливаться спереди также группой, которая наша сидела впереди, все это из-за того, что мы сначала не поняли, было два хлопка, то есть, выход и вход, мы подумали, что кто-то в лесопосадку, а там с обоих сторон поля, и мы знаем, что эти позиции все готовилось 8 лет против нас, и что им не составляло труда сделать какую-нибудь землянку в поле, чтобы потом просто выползти в лесопосадку и отработать все эти группы, кто в ней находился, и вот эти два хлопка мы приняли за работу РПГ, начали стрелять, с другой стороны начали по нам стрелять, ну, звук как бы характерный был от наших автоматов 7-62, и мы на связь вышли, и да, казалось, что мы друг в друга, когда мы прошли, встретились, как бы по три человека прошли на зачистку из той стороны, ребята встретились, вернулись, сказали, что непонятно, что это были за взрывы, сами просто по себе, но как бы они нашли эти ямки, как бы видно было, что свежее, и потом только уже ближе к вечеру мы сидя в окопах услышали птичку, услышали хлопки сначала, где-то ближе туда к нашему центру, и увидели, как летит квадрокоптер, очень низко он летел, и у него не сел в окне. Ну, вот, мы, в общем, заняли эти позиции, где раньше была ПСРК противника, ну, зенитные ракетные комплексы, там эти, «Сингеры», «Вербы», все валялось. Ну, по нам обстреливали постоянно и минометы, и артиллерия. Мы копались, и копались от танки вообще прямой позиции. И уже, когда более-менее, там, как бы, два, на второй день уже по нам отрабатывали постоянно, особенно начиналась отработка, когда птичка подлетает прям над нами, а у нас ни прицелов, ничего нету, отработать ее. Никаких приспособлений, ничего. Мы, как бы, просто замирали, ну, от лесопосадки ничего уже не оставалось, ни кустов, ни веток, ни листьев уже. Половина пооблетела, половина подслетела от бомбежки. И все, на нас все равно видела там, не говорю, аж в ночное время, когда у них там эти квадрокоптеры с тепловизорами и все остальное. И вот, долбили, долбили. Если бы были какие-то перерывы 10 минут, то аж в ушах звон начинал стоять. И дальше танки выезжали. И вот тут в один день, на второй, когда обстрел танк, все спустились в блиндаж, и он так близко лупил, 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 лупил. Мы уже запросили артиллерию. Как бы, танк перестал стрелять. Нам сказали, что с нашим центром, что сейчас закажут артиллерию. и в итоге мы разошлись по окопам. Наша артиллерия там куда-то стреляла в этот момент. Не знаю, куда выходы были. Мы слышали, как что-то, ну, свистело снаряды. И вот, когда мы сказали, что танк, они услышали пять выходов сзади, то есть наша артиллерия. И при этом, когда мы такие думаем, ну, все нормально, сейчас отработают. И в этот момент просто в 20-50 метров эти пять выходов прилеты по нам. Мы тут же связываемся, что стреляют по нам. На что нам ответили, что, извините, стволы перегрелись. Мы такие, так вы угораете, у нас дальше 100 метров еще так же в блиндаже так же наши сидят. Зачем тогда такая стрельба нужна? Вы сами перестреляете. Ну, в итоге они перестали стрелять. Ночью иногда слышно было там с лесопосадок, что в их сторону работали там какие-то хорошие артиллерии, может даже не только артиллерия, а толку было ноль. Так же там проходило какое-то время и по нам опять прямой наводкой танк один начинает стрелять, он минут 15 отстреливается и потом уже слышно прям танк было легко различить, что по нам работает. Это когда он тупо выход и в меньшие секунды сразу прилет. особо как бы свиста не было просто этот звук, что вот снаряд летит. И артиллерия это когда выход 2-3 секунды и такой со свистом сверху прилет. Вот. И на третий день, на четвертый или четвертый там день за год шел постоянный прилет и постоянно сидишь молишься, чтобы не к тебе прилетел этот снаряд. На четвертый день вроде вечером я заступил в 6 часов также уже мы раздобыли вот того, который двух отработал пацанов тепловизор и один тепловизор с другой группой. К нам другая группа присоединилась и к старшей у нас в окопе погиб. Этот человек возвращался с центра и попал под этого укропа он отстрелял попал ему под броню две пули и походу в легкое в течение двух минут он как бы захлебнулся кровью. Тела нам не давали выносить мы спрашивали можно мы их отнесем просто либо с утра либо вечером возьмем так четвером одного и вынесем к вам а вы уже дальше отвезете нам этого не давали делать так же на передке тоже было около двенадцати человек когда зачистку делали из них человека три-четыре погибло от пуль остальные так же от минометов потому что все время постоянно каждую минуту каждые секунды всегда эти прилеты были и в итоге они так лежали рядом с боем окопом ну и вот на четвертый день после так же танк начал обстрел командир как бы крикнул все в блиндаж а что такое блиндаж это тот же самый окоп который накрыт одним двумя слоями дерева ну и любой прилет точный так же там просто была бы братская могила то есть особо он не защищал просто это дело времени когда он попадет этот танк либо миномет в итоге я остался в окопе так как уже он был довольно глубокий наверное свыше полтора метра ужался когда танк этот стрелял впереди как бы был такой бугор и вот получается он отработал два раза прям в этот бугор я еще подумал ну видимо меня конкретно квадрокоптер этот спалил еще подумал что что-то не то и потом этот свист как будто бочка на голову падает большая ну через какое-то время как мне парни потом чувство когда привели оттащили меня в окоп глубокий сказали что уже как минут 20-30 считали меня погибшим потому что я не откликался спиртам забрали оружие у меня и через пару часов когда маленько прекратился обстрел отвели меня в этот ноль и на следующий день только меня оттуда доставили до места эвакуации ну доставили дали волноваху проверили всего на полевом госпитале который был в какой-то ближайшей деревне заставили лекарство пить меня тошнило от всего далее волноваху там обезболили уже потому что голова невыносимо торчала глаза давило шея болела вот периодично то вот после того когда обезболили то рука то спина то нога с правой части как раз со стороны прилета все болело ну и обезболили я день там провалялся вот тогда уже вышел с женой на связь сказал что жив более далее меня уже эвакуировали в Ростов в Ростове по медицинской меня грубо говоря на четвертый на пятый день только начали проверять невролог сказал что психологический стресс занизил все параметры и уже на седьмой на восьмой день меня перевезли в Тамбов в госпиталь а в Тамбове сказали что уже какой есть первый диагноз они не могут менять ну и направление распределения стоит такое что сейчас когда мне станет полегче никаких реабилитаций никаких отпусков а просто отправляют в другую часть не знаю там комиссии мы ВВК изначально когда мобилизовали никакой комиссии мы не проходили никто ну и обратно туда на тот ужас ну я не знаю как сейчас общаюсь будем обращаться в прокуратуру обращаться юристам и я согласен на то чтобы меня садили а обратно в этот беспонтовый слив я не хочу пускай берут своих генеральских детей собирают оттуда отправляют и думают тогда только этот ужас прекратится или начнут немного думать своей головой что они делают и как мы смотрим вот эти вот по нашей 155 кто-то отправил обращение на имя Кожемяка губернатора Приморского края который все у нас там ездил типа подбодривал добрый день дорогие друзья в наш адрес поступает много обращений военнослужащих в сельской местности организуем работу по доставке дров населению это та работа которая сегодня важна и нужна будем дальше помогать и поддерживать всеми военнослужащих и самих военнослужащих поставку для специального снаряжения и оборудования дорогие земляки дорогие наши приморцы сегодня вам стало известно что прошла информация якобы 155-й бригады нашего отряда уже не существует но мы вам хотим сказать что отряд строй держит а вот бригада воюет к сожалению потери есть их минимизируем потери есть но это война против нас тоже там не пацаны воюют такие же солдаты как и мы вот и честно вам хотим сказать что нам легче будет воевать если дома будет поспокойнее поэтому тоже строй держите слухам не верьте сегодня 7 ноября всех обнимаем ждите дома ну видно на обращении к жемяка что он прочитал бумажку которую ему дали и далее как бы сейчас поперли фейки а мы знаем мы знаем что 2 дня назад наш родный погиб мы знаем что наших остатки пацанов не знаю со скольки род собрали всех и отправили в эту павловку и они на связь не выходят как они там я так понимаю они сидят под тем же самым обстрелом противника и просто постепенно худают и худают и ничего не меняется фейков накидали про 155 могу сказать так что обращение людей идет в лесу лес не соответствует тому далеко которым мы находились те лесопосадки потому что там таких крупных деревьев нету форма у нас вся другая у нас она разная цифра а там у них ну поднат в коже косит форма мундирования у них там бронежилеты каски все другое оружие вообще молчу и чистые повязки чистая форма хотя на первый день пребывания там в этих окопах дороешься ты как земляной червь становишься настолько черной только на касках сзади маленько белая полоска остается остальное все черное серое потому что по другому там никак то что обращение эти делают это все фейки я не знаю это неужели они скроют количество потерь которые там как они пишут один процент у нас наверное в первый день процентов 10-15 было это по 200 а про 300 я молчу я не знаю но у нас там осталась горсточка со всех ДШР БМП и остальных род этой 155 так как все это нападение было не вообще не спланировано не откорректировано не позывные никому ничего никакой взаимопомощи взаимосвязи отработаны не было нас просто туда выкинули как я не знаю даже если обман какой-то для какой-то цели там смутить врага так они к этому всему готовы были они 8 лет готовились ко всем вот этим вот фейковым наступлением всему остальному а как нас там покрошили без спецоборудования сидеть 4 дня или там больше как другие остались сидеть и ждать когда в тебя прилетит снаряд это не та война на которую я соглашался на которую я шел для того чтобы это ушло в СМИ именно международное мы хотим своих ребят вытащить не важно какой ценой приказ нас подняли 29 числа при этом нам не сказали что мы будем выдвигаться в зону боевых действий нам сказали что мы едем на учение сейчас на полигон соответственно мы взяли с собой все по минимуму то есть ни еды не перды рюкзак десантника то есть с какими-то вещами то есть элементарно у нас даже пулеметчики не брали с собой бойкомплект посидели в лесу в течение 12 часов что потом выяснилось что мы едем уже идем вступление нам говорят что сейчас уже начало темнеть и нам говорят что вы сейчас едете в паловку и будете работать пробиваться к своим как зачисткой то есть какого-то специально оборудован типа ночных приборов приборов ночного видения тепловизоров у нас не было абсолютно ничего не было связи ни раций просто ничего мы спрашиваем действовать но как он не говорит действуйте по ситуации то есть мы не были в таких ситуациях мы не знаем как отличить друг своих от не своих мы ничего не видим темнота полнейшая темнота то есть ты в двух метрах не видишь абсолютно ничего в метре ты видишь просто силуэт и не можешь понять что это за человек в самый последний момент нас отменяют говорят отбой ждите и завтра в полпятого утра выдвигаемся в восток как выяснилось потом на другой день что как раз в этот момент у нас там происходил уже бой вот было три наших роты и от трех этих рот практически ничего не осталось то есть практически все это погибшие и раненые то есть очень мало бы осталось людей кто действительно мог фонциклировать то есть живые здоровые там ну контуженные не контуженные но с руками ногами без таких особых ранений все то есть проходит вот этот день это 30 число 31 числа с утра нам говорят все полный сбор и перетаскивайте все свои личные вещи в одно здание где находился наш капитан рот все мы туда перенесли все как нам сказали что первый взвод уже уехал 30 числа в ночь его увезли что он закрепился он нас ждет что там наши что вы сейчас выезжаете наши вас встречают и везут уже сопровождают к нашему первому взводу который закреплен он держит позиции мы там располагаемся вечером нам привозят наши личные вещи мы в дальнейшем будем действовать согласно приказам высшестоящего руководства как бы мы уже на тот момент не сильно доверяли потому что нас уже не раз обманывали с этой ситуацией но как бы все равно мы поехали а кто 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 дали эту команду этой командой кто дали эти приказы какие команды я не могу вам сказать фамилия не отчество потому что я не знаю могу сказать его позывной Барс Барс насколько знаю должность у него полковник получается нас завезли загрузили на две машины пехоты и отправили туда то есть первым делом мы заметили приезжали вот это поле где 29-го члены разбили наших ребят это практически я не знаю они но это больше десятка уничтоженной нашей техники это танки БМП БТР я думаю где-то в районе 12-15 единиц в дальнейшем мы проезжали укрепления это были укрепления как раз таки уже сил ВСУ ВСУ ну это вот занять позиции наши людей это уже сидели наши рота ДШБ то есть потому что очень много было тел именно убитых со стороны ВСУ и тела лежали там и где-то стало вроде спокойнее значит наши взяли значит укрепления наши значит нас действительно сопроводят я ехал на второй машине БМП Михаил с которым мы общались ехал на первом машине при выезде только из лесополосы уже начался обстрел то есть начиная начало лесополосы мы из-за нее даже не выехали уже начался минометный обстрел по нам то есть как бы ну никто внимания не придал как бы мы понимали что у нас будет встречать следующее это мы выезжаем из лесополосы и только слышим хлопок и я сидел сзади машины у дверей машины внутри да внутри и увидел только что ребята уже лежат на земле то есть я понял что уже начали нас лупить крикнул что все спрыгивали с машины на ходу потому что иначе мы не все то есть открыл дверь все ребята кто с брони кто оттуда начал спрыгивать в дальнейшем мы обогнали первое бомбина а уже стояла разбитая уперлась в дом первое что я увидел это вот пацаны кто сидел на броне точнее что от них осталось то есть это ноги кишки что такое мясо просто мясо действительно как бы это грубо не звучало но там по-другому это не назовешь это был фарш от людей мы забежали в дом там частный сектор с одной с левой стороны от нас было поле чистое с правой стороны сектор это отдельные дома такие ну как бы дом с двоиком там где-то хозяйственные постройки типа покурятника там гаража сарая все забежали в этот дом начали лупить по нам в дом в общем нас собралось я не могу сказать сколько может человек 18 осталось вот я тогда не знал где там с первой бмп ребята это уже не мне потом рассказали что сразу лесополосу ушли там уже добивали мы собрались там дождались своего капитана в доме и поняли что оттуда надо было выходить у нас из живых было человек целых 16 два тяжелых трехсотых в одного не было ноги в одного снесло пол лица там с частью головы дальнейшую судьбу я не могу сказать потому что как бы уже не знаю их обрабатывал медик ну как бы нам мы вышли из домов распределились по территории вдоль построек ну и как бы нам приказ сказал капитан выходим в поле мы выбежали в поле и по нам начался там прям массированный минометный обстрел прям конкретный все то есть в дальнейшем начали капитан крикнул все собираемся возле меня мы начали двигаться к нему но обстрел такой что как бы соединиться не получается часть группы с ним соединилась часть осталась примерно в районе где я то есть расстояние между нами было примерно метров сто вот в дальнейшем обстрел продолжился начали приказ после того отступаем в лесополосу и как бы уходим туда там нашей позиции в общем начали движение мелкими группами я маленько был отрезан от группы в общем получилось так что во время перебежки прилетел снаряд начал падать прилетел второй снаряд получилось контузив и потерял сознание уже тогда когда никого рядом не было только увидел что ребята забегают в лес остаток кто остался забегали в лес ну и их там накрыла артиллерия конкретно не знаю что с ними дальше произошло потом уже узнал кого-то ранило кого-то убило кто-то целый остался на тот момент очнулся в поле один получается до леса примерно было до лесополосы где-то метров 200-250 то есть как бы ну состояние такое то есть это шум в голове сознание очень такое мутное и отнялась правая рука все начал потихоньку ползти туда в сторону лесополосы услышал что полетели дроны их очень хорошо слышно кстати они в общем все он надо мной завис я притворился мертвым он вроде улетел и дальше пополз дальнейшем он все равно меня увидел и по мне конкретно начался минометная обстрел не знаю со скольки расчетов стреляли но стреляли очень массивно полз я в течении ну двух двух с копейками часов до леса то есть вот я дополз до леса полосы зашел в лес оружия уже со мной не было потому что гранатомет у меня сгопел в этом самом автомат я оставил уже в поле потому что правая рука не двигалась то есть одной рукой я просто не мог физически и ползти и автомат вести с собой автомат поле поскидывал все ненужные боеприпасы оставил у себя одну гранату все я прополз в лес до леса дополз обстрел также продолжался но как-то он стал усилить я хотел в лесу хотя бы отдохнуть но маленько не получилось пришлось по лесу продвигаться дальше то есть по лесу я продвигался лес покошенный то есть как бы сверху видно хорошо искал пустаратки прополз наверное метров 200 еще ну и как бы помаленько силы уже закончились думал что надо отдыхать иначе выбора нет услышал голоса приближается группа людей по дороге вдоль дороги полз но я же не знал кто это я думал наша может или враг там противник как его назвать я не знаю там ну в общем достал гранату ну потому что по-моему уже так говорить сдаваться в плен в мои планы не входило ни при каком раскладе достал гранату и иду думал что если сюда пойду то взорву себя в общем послышал голоса слышу наши ребята ну опять же наши какие славяне же они все одинаково разговаривают спросил своих говорят свои ну прикнули мне позывной я на позывной ответил правильно все гранату брал в карман оказались наши ребята забрали меня отвели меня этот самый в блиндаж в блиндаже уже находилось 4 человека уже Миша с которым мы общались его отправили в госпиталь потому что он был тяжелый его 4 человека было наших нет вру было 5 человек 5 сейчас подождите чтобы не врать конкретно скажу чтобы у нас 4,3 там находилось и 2 целых ну конкурсных вот у нас было получается да их 6 и 1 на 7 человек в общей сложности было в общем подъехала БМП забрала 3 сотых тяжелых которых вот нас троих оставили там и вывозили нас уже ночью сначала мы не знали что туда поехал 3-й зон мы не знали мы думали что им не повезут зная что с нами произошло в дальнейшем я общался с людьми с 3-го взвода перед отправкой когда они грузились на БМП им сказали медики что 2-го взвода больше нет практически все убиты они подошли к комбату и говорят это правда он говорит да это правда но вы не переживайте вы едете в другом направлении и их все равно привезли в это же самое место потом когда нас эвакуировать вызвали 3 БМП ребят с разведки я не знаю сколько их осталось там но к нам в блиндаж привели только 8 человек все 300 и 2 из них очень тяжелых были это вот те люди которые должны были нас эвакуировать в итоге их эвакуировали вместе с нами по ночи ну в общем как-то так они не относятся к моей роте конкретно не относятся но это тоже 155-я бригада этого самого морской пехоты я понял просто подразделения просто то есть рота морской пехоты они именно разведуправление я понял удобно сейчас продолжить да 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 а вы где сейчас территориально в Ростове ну то есть уже как бы с волновакой все увезли как бы на нормальную медицину все нормально ну да хорошо да все нормально на медицину какие у вас виды ранения контуржия сотрясения мозга давайте будем так говорить мы в принципе вот если всех людей взять мобилизованных которые куда отправили мы в принципе хотели находиться дома ну как бы в целом если так разбираться никто из нас как бы жизнь в войне военным этим самым не посвящал мы гражданские люди ну просто так сложилась ситуация получилась в нашей стране надо значит надо а кем работали до мобилизации начальник дрожного участка дрожный участок так это может не знаю знаете вне такой плавучий огромный завод который моет золото я начальником такого участка ого ничего себе какая интересная профессия первый раз с таким человеком общаюсь Александр золото мыли ну вот и как бы получилось что сказали доехать значит едем понимали что будет тяжело будет сложно там ситуации разные могут возникнуть то есть это война в любом случае я не могу назвать это как говорят специальная военная операция специальная военная операция это когда где-то в деревне террористы какие-то засели и туда отправляют спецназ что их надо уничтожить взять чтобы не пострадали мирные жители это называют специальная военная операция а это просто война притом война политическая это интересы такие у людей я не знаю там верхушки нашей власти что-то делят там геноцидом могу это назвать по истреблению энного количества населения той или иной страны потому что в данный момент происходит именно это уничтожение населения славянского населения как со стороны России так и со стороны Украины ведь на той стороне тоже много людей таких как и я которого не спрашивают да а что вы думали об этом войне до вашей мобилизации вы вообще как об этом думали или вы как-то обрешали все об этом думали но потом думают в любом случае все опять же вы не забывайте какая идет пропаганда в любой стране промывание мозгов и кому верить в данной ситуации ты не знаешь если так же как нам показывают видео как промывались мозги так же и предоставляли нам то есть предоставляя вот это вот все показывая нам теперь я не могу допустим разобраться где правда действительно будет вот так на Украине или нет и действительно и мы же не знаем что показывали людям там на Украине как ведем себя мы хотя раньше мы всегда были одним целым то есть дружили общались ездили друг к другу в гости так что что конкретно там сложилось я не знаю я не политик и в эту политику не лезу я там далекий от этого человека мне это не надо но могу сказать что не очень хорошо страдает обычное мирное население политики не страдают от этого дети их не страдают семьи их не страдают вот у нас в России почти все страны нам объявили всякие коды санкции но почему-то при этом дети наших политиков продолжают за границей их же оттуда никто не депортирует ничего они живут у них счета в банках там находятся то есть как бы в хуйне дует никто я извиняюсь за выражение конечно по поводу вот вы говорили гранатомет у вас в БМП сгорел а сам гранатомет какого года выпуска был 73 я просто интересуюсь всегда потому что много сейчас секундочку до 73 года выпуска а модель какая у него была RPG 7V для бога нет чтобы это получилось от вас ну да не просто штука в чем штука в том что видите у вас люди говорят там много людей погибло есть проблема а наверху говорят никаких проблем нет что и соответственно тот же самый там Путин и кто под Путина им докладывают да нет это это кто это кто-то придумывает понимаете ну явно нам придумывать смысла нет да конечно чтобы правительство просто так сказало да вы понимаете там и людям объявило вот сейчас за 4 дня у нас погибло 600 человек мобилизованных ребят которых мы просто отправили на уполь как ушечное мясо потому что командиры этого подразделения просто валенки никто же так никогда не скажет угу даже один человек один человек погибший но необдуманно ни человек не погиб во время боевых действий ни человек не сражался человек не воевал человек не успел ничего сделать из всех нас вот именно если я вам во время приведу свой рот практически никто не успел даже выстрелить из автомата ни разу мы не видели даже противника просто не видели нас расстреливали на расстоянии при том на большом расстоянии а кто-то нам при этом уверяли что там у нас отработала артиллерия у нас отработала авиация все уничтожено все зачищено но этого не было а вы говорили каким-то образом вашим там командиру ротному что нам нужны там бинокли тепловизоры где дроны где авиаразведка нам ответили так командир батальона нам сказал так возьмете рубеж все у них заберете у них много всего возьмете рубеж у них все заберете ну а что у нас ребята так и есть я вот встречался я общался очень много там с людьми именно с донецкими ребятами которые очень давно там находятся ну это их земля они сами решают как там действовать может это они там я как бы до подробностей не вдавался почему все это муча началась но вот они мне так и говорили что все что у нас есть мы забирали у них потому что у них есть все нам не давали ничего то есть нам точно так же в открытую заявили у них заберете это кто так сказал что все что у нас есть мы забирали у них это Да нет, все ДНРовцы, которые воюют, как их, блин. Голова просто вот так, она плохо соображает. А то, что членцы. А ваш командир прямо вот так сказал? Да, да. Это пресед, он так и сказал. А командир, командир... Если ночного и ночного видения прибора или тепловизоры, берете рубеж, забираете в них. А командир как зовут? Я не знаю командира как зовут. Мы знаем только его позывной. Барс, да? Да. То есть, по большому счету, если так пора говорить, никаких письменных приказов за подписью каких-то полковников и генералов нет. Есть просто система позывных с придуманными именами, да, за которыми скрываются разные люди. И кто по рации, то есть, грубо говоря, я сейчас к примеру говорю. То есть, например, если бы там украинцы или там НЛО, какие-то силы настроились бы на волну и под видом там Барса что-то говорили, соответственно, как бы, да, то люди бы это все... У нас мы находились, я вам так скажу, мы находились конкретно в месте в определенном. Комбат конкретно к нам приезжал. Вот, круто мой говорил, задачи ставим. Дальше была, да, работа по рации. То есть, как бы, конкретно по рации. У других рации не было. Как найти своих ребят, какие позывные, мы не знаем. На какой волне они работают, мы не знаем. То есть, связи ни с кем не было. То есть, другим подразделениям связи нет. У нас нету, и с донецкими ребятами связи нет, которые работали тоже в этом квадрате. То есть, элементарно можно было попасть под свой огонь. Потому что ребята, допустим, не могут знать, что в этом квадрате будем находиться мы. Ну, вот я имею в виду, под пулеметный огонь можно было бы запросто попасть. Потому что каких-то конкретных опознавательных знаков нет ни у кого. То есть, вот эти белые ленты, которые выхажут на руку, на ногу, да, это в городских условиях, то есть, они нужны. А там они не нужны, потому что она, наоборот, привлекает внимание. Для тех же тронов, для противника она очень хорошо привлекает внимание. Поэтому все срывалось, сразу убиралось. У меня, наверное, да, у меня точно сейчас будет последний вопрос, Александр. Если военное следствие, военная прокуратура будут проводить проверку, потому что очевидно, что если вас так не экипировали, вам ничего там не выдали, вас послали и едь туда, куда не знаю куда, как бы не в тот квадрат, не в то место, как бы поставили вас. Раньше, вот в этой истории, как бы, да, она бы закончилась, ну, судом для тех, кто вот так вот, ну, там, в Афганистане за это, там, потом судили многих командиров, которые бездумно распоряжались жизнями солдат. Если здесь будет проводиться проверка, расследование, вот, например, лично вы готовы будете давать показания, что вам известно? Конечно, готов. Мне терять, поверьте, нечего. Не то, что прям нечего терять, там, у меня так же есть семья. То есть я готов, допустим, чтобы спасти жизнь других ребят. Я готов для того, чтобы они не видели того, что видели мы. Я готов на это все. Я не знаю, кто согласится, не согласится, я готов. Я знаю, что потом моя жизнь полетит под отход, просто это конкретный. Но, как бы, я к этому готов. Итак, я с ними переговорю, я думаю, многие будут не против, возвращаться, поверьте мне. Хорошо. Рубку не хочет абсолютно никто. У меня есть товарищ, друг детства, мы вот вчетвером призвались. Вчетвером с одного поселка нас забрали. Вчетвером мы дружим с детства. Вчетвером везде, в одном отделении были. Вот мы два контуженных, один с разорванными ногами в Самаре, а четвертый пропал без вести. Это ваши четыре, вы в четырем поехали? Да, это прям друзья с детства, поехали вчетвером. Четвером пришли повестки. И все остальные товарищи, то есть со всего Дальнего Востока, познакомились на учениях, в армии, здесь познакомились, общаемся, сейчас созваниваемся, списываемся. Повезли их по всей стране, по госпиталям. То есть всем помогаем друг другу, чем можем там. То есть как бы такая, кому что надо, у кого где знакомые, в каком городе, все что нужно, везут, привозят. И сейчас, после того, когда вы услышали и увидели свидетельства и показания тех мобилизованных, которые находились там в гуще события, и являлись свидетелями и очевидцами очевидных военных преступлений, у вас есть возможность проанализировать эту информацию, сопоставить ее с фейками и ложью, которые вбрасывает Министерство обороны Российской Федерации, и задаться одним, самым главным вопросом. Почему россияне должны участвовать в этой подлой, коварной войне и верить российским властям об их мотивах, если прямо сейчас мы доказали и показали вам, что они нагло врут. Они врут сейчас, скрывая потери. Точно так же, когда они врали в феврале, распространяя чушь, ложь и пропаганду, о якобы наличии действительно каких-то важных доводов и мотивов для проведения вот этой войны, которую они называют специальной военной операцией. Российские власти вам врут. Российские власти ввергли Россию в преступную, несправедливую, бесчеловечную, страшную, подлую, коварную войну. Из-за них, из-за Владимира Путина, из-за его лживых генералов уже погибли десятки тысяч и украинцев, и россиян. Проект «ГУЛАГУ.НЕТ» Илья лично мы призываем всех сделать все возможное, чтобы прекратить эту подлую войну и организовать соответствующее международное и национальное в России уголовное преследование и расследование военных преступлений, которым причастны Путин, Шойгу, Герасимов и Ижи с ними. Мы сделаем все возможное с вами, чтобы наконец наступил мир, а война прекратилась. И тех людей, по вине которых убиты и погибли десятки тысяч человек, человечество в будущем обязательно будет судить. И мы этот день с вами будем приближать, как умеем и как можем. На прощание хочется сказать, быть добру о войне и ГУЛАГу, и вот этой путинской лжи, конечно же, наша нет. Если вы считаете, что наша команда делает важное и полезное дело, пожалуйста, поддержите лайком, сделайте репост этого видео. Если не подписались, подпишитесь на наш канал и порекомендуйте наш канал вашим друзьям и знакомым. Чем больше нас с вами будет, чем быстрее мы станем солидарными и объединимся, тем быстрее мы остановим эту подлую войну и сделаем все возможное, чтобы Россия из тоталитарного диктаторского государства превратилась в демократичную и процветающую страну, которую будут уважать и с которой будут сотрудничать другие страны. И вместо пасскриптума я хочу выразить благодарность всем, кто помогал нам в проведении съемок и сборе этого уникального материала. Ребята, вы настоящие герои. Те, кто сегодня осмелился рассказать мне и ГУЛАГу.нет правду, они настоящие герои, потому что они рискуют собой, рискуют своей свободой, рискуют своей будущей карьерой, рискуют в том числе и своей жизнью. Они вместе с нами выступили против лжи высокопоставленных генералов и руководства Министерства обороны. У нас очень влиятельные враги, но тем не менее мы вместе с вами продолжаем. Огромное спасибо всем, кто работал над этим выпуском, над сбором материала. И напоследок хочется сказать еще следующее. Я знаю, что это видео обязательно посмотрит огромное количество российских военнослужащих. Если вы знаете о конкретных фактах пыток, коррупции, незаконных приказов, бездумных приказов, из-за которых погибает огромное количество гражданских и военных, не молчите. Рассказывайте об этом. Если опасаетесь рассказывать открыто сами, хотя бы присылайте нам эту информацию анонимно. На гулагу.нет с двумятой на конце собака.gmail.com Наша электронная почта работает 24 на 7 и мы ждем ваших сообщений. Мы вместе с вами будем делать все возможное, чтобы остановить эту войну и чтобы виновные в гибели людей понесли соответствующее наказание и в полной мере ощутили ответственность за свои злодеяния. На сегодня это все. Спасибо всем огромное за внимание, за лайки, репосты и комментарии. Мы продолжаем быть добру, а гулагу и войне, конечно же, нет.